Фишки, ребятки, с вами Лекс, мы продолжаем играть в Fit and Grow Fish и в данный момент, как вы видите, у меня есть много всяких рыб, за которых мы будем играть рано или поздно, но не сегодня. Сегодня мы выберем только одну рыбу и, разумеется, в будущем, в будущем, ребят, я очень хочу поиграть вот за этого вот рака, за речного рака, это мне очень интересно. За какую рыбу мы будем играть? Вот электрический угорь, он стоит всего лишь 20, но он гораздо сильнее, чем все остальные рыбы, то есть, если вы сможете хотя бы докачаться до 10 уровня, то вы будете всех остальных уже просто-напросто уничтожать, просто уничтожать. А сейчас мы будем играть вот за эту вот рыбу, я не знаю, что это за рыба такая, выглядит она не так, как остальные, заметьте, да, в основном у всех рыб, как раз-таки плавники, которые находятся на спине, они находятся ближе, либо посередине тела, либо ближе к голове, а здесь наоборот. У этой рыбы сзади все находится, сзади. Ну все, берем ее, опа, вот, о, смотри, как мясо. Давайте сразу съедим мясо. Видишь, этой рыбе нужно дышать, этой рыбе нужно дышать. Она изначально, ребят, самая сильная, здесь можно даже не подбирать это мясо, все, она изначально самая сильная, здесь не будет никого сильнее, чем эта рыба на карте, просто никто нам не попадется. Так что не беспокойтесь, видишь, она дышит, то есть ей обязательно нужно дышать, и кислород потихоньку кончается. Я не знаю, в чем кайф этой рыбы, то есть кайф это, от этой рыбы вообще абсолютно нет получается. То есть в чем ее сила? Во-первых, у нее сломанная анимация укуса, видишь, она кусает, и ее просто выворачивает в другую сторону ее рот. Ну, посмотри. Смешно. Но это самая сильная рыба в этой локации. Ну, самая сильная рыба с первого уровня, то есть если она будет сражаться с рыбами первого уровня другими этой локации, то другие рыбы просто-напросто проиграют ей, и пока не наберут там высокий уровень. То есть только высокий уровень может, поможет другим рыбам справиться. Ну, давайте за нее немножко поплаваем, ладно, так уж и быть. Так уж и быть, наверное, поплавать стоит. Но я не думаю, что кто-то будет осмелиться на меня нападать, но если все-таки осмелиться, наверное, это будет самым глупым поступком. Видишь, она очень хорошо поворотлива, то есть разработчик задумал именно так, что эта рыба сама по себе огромная, и она будет разворачиваться без проблем, то есть быстро, без всяких вот этих вот сложностей. И довольно-таки быстро для своих размеров, потому что большинство рыб, когда достигают огромных размеров, они, к сожалению, как раз-таки становятся максимально медлительными, и невозможно за них играть вообще. То есть невозможно. Эта рыба иначе, видите. Эта рыба совершенно все иначе показывает. Красивая у нее чешуя, здесь поспорить нельзя, и видите, еще она красного цвета сзади находится. То есть чешуя, продолжение чешуи, и, разумеется, сами плавники. Они имеют такой красный окрас. Я не знаю, к чему это. То есть обычно-то рыбы маскируются под местность, а здесь красный почему, я не знаю. Может быть, для того, чтобы сразу пугать всех остальных рыб. То есть у нас ни с чем не сливается. Ладно бы, она сливалась бы с чем-нибудь. Так. И постоянно приходится, видите, дышать кислородом, потому что эта рыба у нас, видимо, не может выживать без кислорода. Я не знаю, что это такое за рыба, я такую никогда не встречал. Вот такая вот красивенькая, в общем-то. Ну, чё, погнали тогда на Салманов, да и спрыгнем с этого, с водопадика. Здесь даже не с кем сражаться. То есть хоть бери, сейчас опять первый уровень. Иди на всех с первым уровнем. Даже первый уровень, учитывая, что у меня он будет. Я на первом уровне буду валить всех. То есть не будет противников. Не будет противников, если я сам не поставлю кого-нибудь монстрика. И не прокачаю этого монстрика до максимального уровня. Так, я хочу сюда. Можно? О, можно, смотри-ка. А что это такая за локация интересная? Что это у вас тут такое? Ой! Ой-ой-ой! Помогите! Дыши! У меня слишком много проблем сейчас было. Ну, вот так вот, ребят, видите? Это, видимо, та самая локация, в которой мы появляемся пиранью. Ладно, полетели. Мне самому интересно, как это будет выглядеть. Во-о-о-о! Ой-ой-ой! Как креветка спускается по скале. Вот так вот. Вот так вот, ребят. То есть в этой рыбе нет ничего прям супер особенного. Она является боссом этой локации. Но действительно ли она босс, я не могу так сказать. То есть довольно-таки слабая рыба. Нет никаких способностей. Нет никаких интересных навыков. То есть сама по себе она ничто из себя не представляет. Просто красивый скин. Просто статус, как самой сильной, самой последней рыбы этой локации. Но все-таки, если говорить именно о силе, на 30 уровне ее, к примеру, любой морской угорь завалит. Если у морского угля будет 30 уровень. Смотрите, кстати, до сих пор остался этот щит скандинавский. Да и шлем каких-то викингов. Здесь раньше рыбачили викинги, теперь я как викинг. Так-так-так. Что происходит со мной? Спасите! Спасите, я же так задохнусь. Все, я уже не влезаю, видите, в локацию нормально. В общем, если, ребята, вам какая-нибудь рыба понравилась, обязательно пишите. Мы обязательно за нее сыграем. А сейчас я пойду кое-куда в другое место, нажимаем Main Menu и нажимаем Single Player Ocean, если я не ошибаюсь. Почему? Потому что я хочу поиграть за крабов. И Краб Madness. То есть мне нужно набрать пятый уровень за краба, чтобы поиграть за креветочку. И мы, как раз таки, в следующей серии обязательно с вами попробуем, скорее всего, поиграть за рака. Если я все правильно сделаю. Ну, то есть, действительно, сейчас проверим, правильно ли я думаю, верна ли моя теория. Так. Фиш селект. Видишь, есть такие крабики всякие. И, разумеется, королевский краб он закрыт. Мне нужно за обычного, видимо, краба сыграть. Он бесплатный. И он вполне себе легкий. Ой, как классно, слушай. Жалко, что они сделали, на самом деле, на Shift прыжок, потому что сейчас залипание клавиш будет. Лучше бы они сделали прыжок на пробел. Так, посмотри, да, анимация изменилась. Вот эта вот иконочка укуса, которая здесь стоит теперь. То есть раньше был обычный укус, такой же, как у всех. А теперь, действительно, он прям клешнями так бьет, получается. Прямо нарисовано, что удар идет клешнями. Хопа. Немножко уровень подняли. Идем дальше. Нам нужно десятый уровень, чтобы открыть, во-первых, короля. Во-вторых, чтобы... Пятый, чтобы открыть того рака речного. Речного рака, ребят, обязательно нужно открыть, потому что я хочу за него поиграть. Мне даже интересно, что будет, если мы прокачаемся за речного рака в той локации до максимума. Ты представь, да, насколько он будет силен? Ты представь, насколько это все там испугаются. Все жители этого... этой речки. Я лично не представляю. Там раки всегда были с дрещами. Все раков, как бы, получается, убивают, питаются ими. Во, все. Плюс ачивка. Джайант крэб. Это пятый уровень. Видишь, пятый уровень, это уже является джайант, то есть гигантский краб. Опа. С первого укуса. Но нужен десятый. А там что, тоже какой-то гигантский краб? Почему он такой большой? Он тоже жрет. Вот эти штуки. Ну, мы играем в краб минус. Здесь вроде бы нету, получается, если я не ошибаюсь, конечно, других рыб. Здесь только крабы. И, разумеется, не только мои крабы дружественные, но еще и крабы, которые как раз-таки должны будут сражаться со мной. И синие, и красные, и зеленые, и все остальные. Смотри, какой он здоровый. Ты что такой здоровый-то вымахал? Я думал, я один такой буду. Такой классный краб. Как это сказать? Единственный парень на деревне. Так. Ну что, мы спускаемся до ниже? Не, рыбы какие-то есть, смотри, вон они. Это рыбы-зебры. Ну, просто ни акул никаких, никого такого страшного для меня пока что я не вижу. Ну, я уже восьмого уровня, я не знаю, что будет дальше, если мы с таким темпом все это делаем. Мы и так уже гигантские. То есть, здесь не только я гигантский, а действительно, крабы эти повсюду. Они все прокачиваются, все уже тоже можно назвать их всех гигантскими. Так, давай-ка сюда, здесь угорь должен быть, но угря я что-то не вижу. Там что-то светится, кстати. Интересненько, интересненько. Эту штуку я съесть не могу, значит будем ломать. Краб крушить. Это что было за нападение? Среди бела дня. А ну, иди сюда. Давай спустимся сюда. А, там краб. Видишь, там что-то светится, я сначала подумал, что это что-то интересное, но, как я понял, скорее всего там какая-нибудь ерунда. Вот, видишь, здесь есть вот такой вот чувачок. Он, кстати, очень больно бьет. О, почти меня убил, видишь? У него очень сильные атаки. Это краб, не помню как называется, рак. Рак богомол, если не ошибаюсь. Еще его называют рак пуля, если, опять-таки, не ошибаюсь. Он очень сильно бьет. Он очень сильно бьет своими вот этими клешнями. Почему? Ну, не клешня, а там специальные такие, я даже не знаю, как это назвать. Специальные штучки, специальные ручки, как боксерские перчатки. И у него такое особенное строение мышц. Ну, а что вы атакуете меня? Так вы сразу бы сказали, я бы сразу с вами воевал. Не, надо сваливать, ребят. Там Голиаф. Там Голиаф. С Голиафом я здесь, конечно, не справлюсь. Мне нужен 10 уровень просто. Сейчас закачаемся до 10, а потом уже можно делать все, что в душе будет угодно. Ну, и вот у него такое, у рака богомола, строение мышц, что оно позволяет ему спокойно, без проблем пробивать просто все, что угодно. То есть, любой панцирный, безпанцирный житель подводных вод. Правильно? Так можно говорить, да? Короче, вод. Житель вод. Он, короче, не сможет выдержать пары ударов. То есть, может быть, если один удар там выдержит, куда-нибудь не попадет этот рак богомол, то второй удар уже будет смертельным, скорее всего. Там очень мощный удар, ребят. Вы бы не представляете, насколько. Наши боксеры бы просто обзавидовались. Ну, все, у меня 10 уровень. Я, наконец-таки, набил этот уровень, ребят. Вон там, кстати, крабы противника. Что, братан, пошли на противников? Давай-давай, спускайся. Спускайся. Сейчас будем сражаться. Я 10 уровня, ты там 6. Сейчас мы справимся с ними, наверное. Вон, Голиаф, видишь, плавает. Он меня проглотит и все. То есть, с ним встречаться тоже немножко опасно. Ну и что? Э, вы. Будем драться? Драться будем? 1 на 1. Ну, 1 на 1 же. О-о-о-о! Что за мясо? Ну да, везде мясо, видишь. А я кушать буду. Пускай они там бьют меня, что хотят делают. Я буду кушать. Фигач, 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 фигач. Я победил! Я победил! Где мой посох? Посох дайте. А почему я так сильно качаюсь? Я вот не понимаю. То есть, я действительно очень силен. Я на самом деле не думал, что я сразу победил. Так, смотри, вот он, посох. А его взять нельзя, получается, да? Его нельзя взять, прикинь. Для чего он тогда нужен? Я уже 15 уровня. Я не знаю, есть ли сейчас кто-нибудь сильнее меня. Рядом, по крайней мере. Вот этого Голиафа, наверное, сейчас закусаю. Нечего здесь плавать. Раньше я боялся Голиафа. А теперь я сам как Голиаф. Нифига, с него кусочек упал! Вот это кусочек, блин. Вот я не знаю, что с этим посохом делать. То есть, мне нужно просто стать королем, да? И за короля тоже играть, получается, так же. Просто отобрать посох. Ну, может быть, я ошибаюсь. Может быть, посох вообще нельзя брать. Я помню, что раньше ты должен был победить. Крабменас, получается, короля. Отобрать посох, и ты сам становишься королем. Сейчас что-то не похоже. О, я проглотил его. Еее, я его проглотил! Офигеть. Ладно, давай-ка тогда сбегаем еще куда-нибудь, посмотрим. Может быть, акулы какие-нибудь. Я уже 20 уровня, ребят. 20 уровень, это уже слишком высокий, если честно, уровень. Так. Для краба-то. Ну, просто видишь, как быстро набирается он. То есть, я даже не ожидал, что настолько быстро будет набираться. Он, Голиаф, уже боится меня. Уплывает как можно быстрее. Я буду надеяться, что он меня боится, никого ему будет огромного. Вот еще один Голиаф. Голиафик. Иди сюда. Опа. Опа. Иди сюда, Голиафик. Бедный. Бедненький, маленький. Ой, бибосы всякие нападают на меня. О, налетел, налетел, налетел. Видишь, пару ударов, все. И Голиаф просто не справляется со мной. Вот это я понимаю силище. Как там? Есть черепашья сила. Знаете, в черепашках ниндзя. А есть теперь Крабья сила. Мы не жалкие букашки, суперкрабы. Я не знаю. Я не знаю, что придумать. Я уже неправильно песню спел. Суперкрабишки-мутанты. Я не знаю. Короче, пускай будет так. Так, ну что? Что мы? Можно на этом заканчивать? Тогда я вижу смысл. То есть мы прокачали. Теперь у нас есть возможность покупать того самого рака речного. И мы обязательно за него попробуем. Если вы, разумеется, хотите. Пишите об этом в комментариях. Если вы хотите увидеть каких-то еще существ, тоже можете написать. Подписывайтесь, ставьте лайк. Пишите комментарии. Не забываем подписаться в паблик в контакте. Ссылки в описании и в шапканала. Всем спасибо за просмотр. И всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok